Добрый день, уважаемые подписчики! Я каждое утро еду на работу по этому заброшенному аэродрому. Посмотрите, вдалеке у нас авиационный музей в Монино. И вроде бы знаю на этом лугу каждую травинку, каждый цветочек. И вдруг замечаю вдалеке небольшие картинки синего цвета. И предлагаю вместе со мной посмотреть вам, что же здесь цветет прекрасным синим цветом. Давайте с вами попробуем определить. Оказывается, это колокольчик раскидистый. Ну, прежде всего скажем, что колокольчик относится к семейству колокольчиковые. И всего в этом семействе у нас около двух тысяч видов растений. А сам род колокольчик насчитывает около 150 видов колокольчиков. И вот на этом лугу есть колокольчик скрученный, колокольчик крапиволисный. Но вот перед вами в данном случае это просто колокольчик раскидистый. Посмотрите, какие прекрасные синенькие цветочки. Оказывается, колокольчик это самое загадочное растение. А в чем его загадка? Вот посмотрите на этот цветочек. Правда, он напоминает вам колокол? Загадка колокольчика в том, что он обильно образует пыльцу. Но как происходит процесс опыления, до сих пор еще точно неизвестно. Поскольку пыльца не опыляет сам, своя пыльца не опыляет сам колокольчик. И колокольчик является перекрестно опыляемым растением. Когда образуется пыльца, пестик еще не готов к опылению. А когда уже пыльцы нет, пестик готов, но уже происходит перекрестное опыление. Опыляет у нас колокольчик пчелы, бабочки, некоторые жуки. Ну вот есть ряд растений в семействе колокольчиковых, которые опыляются птицами. Вот в этом и загадка колокольчика. Как же он опыляется, если своей пыльцы уже в то время нет? Возможно, это пыльца с других растений. А возможно, это пыльца с других колокольчиков, которые в это время дают и делятся своей пыльцой. Ну вот, какой еще интересный факт. Хотелось бы мне вам рассказать про это удивительное, прекрасное растение. В народной медицине колокольчик используется для лечения такого заболевания, как водобоязнь. Используется для этого корень колокольчика. Вчера я посмотрел видео на ютубе, где автор отмечает, что вот эти колокольчики являются составной частью салатов. Я прошу вас, давайте не будем губить такие прекрасные полевые цветы и не будем собирать колокольчики в салат. Будем просто радоваться этому прекрасному цветку, которых осталось не так много в живой природе. Спасибо вам всем за просмотр. Увидимся в следующем видео. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...